Всем привет, с вами Прио. В обновлении 8.3 появилось очень много контента. Ну, по старту так всегда возникает в данной игре. Кто-то качает ожерелья, кто-то занимается какими-то другими вещами, кто-то упорно фармит экспедиции, кто-то упорно фармит питомцев. Некоторые люди уже там прокачали себе 77 и 78 ожерелья. Ну, это мифик рейдеры. Мне же в текущий момент достаточно 75 ожерелья, и я знаю то, что оно прекрасно будет само по себе прокачиваться, и по стандартному среднему темпу я никак не буду отставать. Ну, а если захочу абсолютно все это нагнать и преуспеть в этом деле, то буду фармить экспедиции. Благо, танковский спек позволяет это делать, ну и специализация анхоли чувствует себя в экспедициях прекрасно. Окей. Люди занимаются вообще чем угодно в данной игре. Собирают питомцев, качают ожерелья, прокачивают свой эквип в текущий момент времени, качают твинков. Но самое-то интересное, самая вершина киберспорта текущего Варкрафта, это, конечно же, подземелье питомцев. Его пока что не признали еще, но я чувствую, на следующем Блесконе будут турниры по питомцам, и нужно уже готовиться, при этом тренироваться и проходить подземелье для питомцев. Да, это дело, конечно, все можно автоматизировать с помощью аддонов, и видосик я об этом делал, то, что как можно автоматически загружать какие-либо сетапчики, как можно загружать различные скрипты, которые позволяют нажимать всего лишь одну кнопочку, и при этом питомцы будут драться сами. Видосик этот я закину в описании, можете глянуть его в любой момент времени. И дальнейшие 15 минут видеоряда будут посвящены такому подземелью для питомцев под названием Берде. Ну, если расшифровать и перевести на русский, то это глубины Черной горы. В принципе, подземелье легкое, а награды за него, в принципе, реально кайфовые. Во-первых, дают звание Ангел Анархия. Ну, согласитесь, звание это, в принципе, весьма неплохое. Также дают две игрушечки, которые я показываю в конце видосика, как они выглядят. Тоже очень хорошие, очень приятные на взгляд. И в течение дальнейшего видеоряда, всех 15 минут, вы увидите эмоции, комментарии насчет абсолютно всех битв питомцев и все-все-все прочее, что, в принципе, происходит на стримах. Ну, в текущий момент ежедневных, но если в какой-то момент стримы не идут, то, само собой, я оповещаю об этом в ВК-группе. Ну, что ж, желаю вам приятного дальнейшего просмотра, всех 15 минут. Где-то я моменты ускорил, где-то я моменты замедлил. Ну, думаю, если что-то будет непонятно, спросите в комментариях, само собой отвечу. Всех вам благ, заранее говорю. Счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте о ссылках в описании. И сейчас мы делаем повторный ран, чтобы получить темный самоцвет. И за темные самоцветы можно покупать питомцев. Вот питомец за один баджик, вот питомец за два баджика, и вот питомец за три баджика. Вот за три, вот за два, получается, и вот за один. Найсово. Чем могу быть полезен? Что? Попросите Берта Маклина открыть черный ход в Стратхольме. Описание квеста не с этого данжен батла взято. А со Стратхольма это плохо. А там же написано, вроде, если на карту щелкнуть. Нападение Анзот, Вечно Цветущий Дол, осталось 6 дней, 18 часов. Нападение на Кузню Созидания, осталось 3 дня, 6 часов. Ну, наверное, тогда и обновятся. Палец отвалится нажимать одну и ту же кнопку, но, типа, зато думать не нужно насчет сетапов и там прочего всего. Насчет количества сыгранных раундов. Это замечательно. То есть, по факту, что нужно установить два аддона, накачать абсолютно все сетапы, прокачать их по левелу, если это требуется, и накопировать скрипты. Все. То есть, понятно, короче, третий этап, он является рандомным, и пятый этап является рандомным. То есть, тут два из шести питомцев, тут один из трех. То есть, получается, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять питомцев нужно всего суммарно убить. Или, подождите, да, девять. Но это не так-то много, в принципе. Так, если задуматься. Это очень маленькое подземелье. К тому же, тут бегать никуда не нужно. Просто на одном месте стоишь и сетапчики меняешь. Но это комфортно, в принципе, да. Ну, из-за того, что у меня блескотрончик мертвый, мне, типа, пришлось сетап поменять. А все почему? А непонятно почему. Потому что он на хору умер. Не, ну можно легко из этой ситуации выйти победителем. Типа, два блескотрончика и проблема решена. 25-го левела, конечно же. Некоторые питомцы могут быть только в количестве одной штуки. Некоторые питомцы в количестве трех штук. Так что, почему бы и нет? Ну, подсолнух должен жить. Я надеюсь, он не умрет. Ну, иначе с ластом могут быть проблемы какие-нибудь. Надеюсь, их не будет. Я правильно нажму кнопки? За меня аддон жмет кнопки. Так что, авик, не надо тут ля-ля. Ну, подсолнух должен жить. Все, ну, кроликам я добью. Типа, все нормально будет. Вон он стоит, нахиливается. Свои веточки. Пускает радостные. Ну, он стоит, улыбается. Ему хорошо, фаново. Угу. Так, с него даже реинкарнация не выбилась. Ну, что-то мне это не нравится, нихуя. Так, нинджа, да. И кто там вторая? А, не увижу уже, да? Ну, ладно. Нет, это не абуз. Жмешь кнопку, абуз. Юзаешь аддоны, абуз. Юзаешь клавиатуру, абуз. Или как это работает? Все верно? Ну, я так и думал. Козлик умрет, да? Или нет? Размен. Можно сказать, размен. Чего он там хилится? Он все равно умрет, эта нежить. Так, все помнят наш новый план. Нас ждет Пальран, ты следующий. У них новый план, если что. Чтобы вы понимали. Сейчас мы апокалипсисом шотнем, все и нормально будет. Вот я сидел бы сейчас. Высчитывал бы все эти раунды. А так я просто жму кнопку авто, и она все сама делает. Данчелло, я думаю, это уже все видели абсолютно. Тут как бы даже кто оттуда пришел или не оттуда. Просто это слишком смешно. Треуголку надо было апнуть, по идее, до синего. Но, в принципе, она не играет никакой роли особо. Так что даже зеленая нормально будет себя чувствовать. Да, плащ я залутал. Ну иначе откуда у меня был бы прирост по эквипу? С учетом того, что я хожу там только. Мифик десяточки раз в неделю ради сундука. Вот он, плащик. Азеритку даже новую полутал. Которая на Анхолика дала хороший прирост по ДПСу. Ну, там что-то косарик, что ли. Примерно как-то так. Вот. Да нет, типа там скучно будет фаер. Вот. Запястье получил с порчей. В принципе, неплохие тоже плюс дали. Сейчас я скину результаты симкрафта по этим двум вещам. Увидишь. Плюс два процента в итоге. То есть. То есть. Плюс. 700 ДПСа. В итоге 42 тысячи почти. Ну все, честно, гагрыз его. Соло запинают под аурой. Аура, стаи, поехали. Там такой отхил бешеный пойдет. Да, нормальные сетапы. В принципе, неплохо я сделал то, что до того, как еще 8-3 стартануло, накопировал абсолютно все эти сетапы. Апнул питомцев и сделал все действия. Типа это правильно. В итоге. Я выживу? Да, нормально все. Окей. Я въебал. У меня нету апнутого близкотрончика. Я могу его апнуть. Это решит все мои проблемы. Да. Что мне нужно сделать? Мне нужно резко зайти на вара. Мне нужно купить камень на 25-й левел. И апнуть близкотрончика второго. Да, 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 да. Сейчас мы это сделаем. Но меня не должно выкинуть из подземелья питомцев. Вот так вот. Ну, я изначально говорил то, что второй близкотрончик решит абсолютно все проблемы данного подземелья. Он уж очень хорош. Именно здесь. Прям вот. Прям как надо вписывается. Самое главное, чтобы на варе были баджики в количестве 60 штук. Если их не будет, придется зайти на Монка. А это уже потеря времени. Да, баджи есть. Все отлично. Да, вайсман сделал. Я все сделал абсолютно. Кроме локалок, экспедиций. И все. Ну, новый контент весь сделал. Сделал видение. Дропнул новую азериточку. Дропнул скверненные запястья. Дебаф от которых еще не заметил. Ну, бафчик заметил, а дебаф от порчи еще нет. Короче, нормально все. А почему мертвый-то близкотрончик мне дается? Почему... Почему не этот? Да, нормально дол. Плащ получен. Вещицы получены. Квестики сделаны все. Я, в принципе, в первый день 8-3 сделал много всего. Видение прошел. Успел там повеселиться чуточку. Вот. Сейчас решил питомцами заняться. Все-таки новое подземелье питомцев. Нужно пройти его. Начать получать баджики. Думаю, уже с этой недели получу первый баджик. Буду копить, наверное, для питомца за 3 баджика. Да, типа поднакоплю 3 баджика и куплю тогда питомца за 3 штучки. Потом за 2 штучки и за 1 баджик оставшийся уже. 6 недель нужно будет ходить в этот данж. Сейчас вылезает микробот. Делается ионная пушка. И все. И блестяшка умирает. Кстати, может быть на пиксе есть какой-то сетап побыстрее. Потому что просто жать хил и ждать, пока питомец сам себя убьет. Это, конечно, весело, но... Такое себе. Ну окей, в следующий ран, мэйби, это сделаю. Ну, кстати, есть сетап побыстрее. Я уже нашел его. Сейчас гляну, есть у меня этот питомец или нет. Да, имеется. Отлично. У меня нет рубиновой капли. Плохо. Надо будет купить ее как-нибудь. Или дропнуть. Окей, жмем хил и просто терпим. Нет. Типа механогномов я открою попозже. Ради того, чтобы просто маунта их получить. А вульпер, типа с чего я открою. Я же не играю на арте. У меня нет преознесения с жителями Валдуна. Или как они там называются. Ну да, в теории, даже с двумя питомцами, которые хилятся, можно этот файт пройти. То есть подсолнух не особо-то нужен. Но с ним было бы больше автоматизма. Погоду, кстати, нужно будет обновить с позаручонка в ближайшем будущем. Ну иначе я проиграю. Продолжение следует... Да, так тут правда можно на позаручонке соло, типа фотосинтез, камни, свет, все по КД жмешь. И никакие более питомцы не нужны. Это еще и бой ускоряет. Угу. Если за пуль 2 моба появится на 1 моба 3 язвы, потом бью этого моба с руки, то при смерти вскрывающиеся нарывы надамажат ли второго моба. Если да, то сколько раз? 1 раз или 3 раза? Требу умершему мобу было 3 язвы, но он смертен. Это хороший вопрос, который требует полного знания анхоли ДК. Я только учусь и не особо в курсе всего этого. Так, что мне далее? Темный облик замаскироваться под таинственную особу на 15 секунд. Красиво смотрится? С шемом. Вау. Ну, я считаю, да. И что-то еще далее. В течение 30 секунд вы можете управлять своим питомцем. Объединитель разумов анархии. Побежал! Четко. Это можно сказать, как, знаете, как глаз Киллрога у варлоков. Он есть у них еще или нет? А мобов я могу запулить? Они, наверное, лоу-левелы не пулятся. Ну, вообще, наверное, смог бы. А! Чекай, да? Запулил мобов. Ну, потому что райт-кликом нажал. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Такие вещи я обожаю.